Приветствую вас. Вы знаете, я вот в соседнем опросе, ну, чуточку повыше, вот, где раздел вид находится, вот раздел вид отвечал на вопрос, там человек, не знаю, чего он хочет, да, там человек, говорит о том, что, ну, как бы, что не может себя найти и не очень хорошо представляет себе кем он вообще будет, ну, в жизни своей, что он вообще будет делать и так далее. Там, правда, студент, человека, а вы будете постарше, вот, но мне думают, что суть этого не меняет. Эээ, возраст, возраст, по крайней мере, точно роли, роли никакой не играет в том, что происходит. Смотрите, вы не знаете, чего хотите, эээ, от своей жизни, там, потому что привыкли свои желания подавлять. Вот, просто-напросто привыкли подавлять свои желания. Вот. И всё. По сути. то есть, а если вы, если бы, точнее, если бы вы свои желания не подавляли бы, к примеру, к примеру, вот, то есть, если бы вы привыкли слушать себя, реализовываться, да, если бы вы видели результат от своей деятельности, если бы вы видели результат от того, что вы делаете, что всё было бы по-другому. Получается, что вы никогда не были хозяйкой своей жизни. Себе. Получается, что вы никогда не контролировали эээ, свою жизнь. полностью, знаете, какая история. Получается, что вы всё время жили и живёте, продолжаете, да, для других людей. по сути. Получается. 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 Получается, и именно по этой причине, именно по данной причине, вы, соответственно, и не знаете, чего вы хотите. То есть, иными словами, если бы вы, как бы, ну, если бы вы занимались тем, что важно для вас, и изначально, да, то проблемы не было, на мой взгляд, абсолютно. А поскольку вы так не поступали, поскольку так вы не делали никогда, вот, то вот вам и результат. Результат. Значит, когда-то вы, значит, приняли решение, да, не делать так, как вам хочется, когда-то. Когда-то вы приняли решение не поступать так, как вы хотите. То есть, возможно, для того, чтобы быть хорошим. То есть, это тоже очень важно, ведь как бы была, ну, какая-то цель у такого вашего поведения. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, это в том числе и то, на что нужно обратить самое пристальное ваше внимание. То есть, я надеюсь, я надеюсь, что именно это вы и сделаете. Я надеюсь, что именно, именно это вы и обратите свое внимание. Так что, ну, нужно работать с вашими запретами, то есть, с тем, что вы себе напрещаете. Вот, нужно вспоминать вам, какой вы были. Нужно вспоминать вам, как вы себя вели когда-то в детстве. Нужно вспоминать свои чувства. Это можно сделать, собственно говоря, с психологом. Но для, так сказать, приготовки, да, я рекомендую вам прочтение книгу. Называется «Практикум по гештальтерапии» Федерико Перлза. И, соответственно, я рекомендую вам ее почитать, я рекомендую вам ее поисследовать. Там есть хорошие упражнения, которые помогут вам, собственно говоря, реализовать свои недостающие сферы. Вот это примерно то, что я хотел вам сказать. То, что вот примерно я хотел до вас донести. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока. Пока.